Всем привет! Сегодня мы рассмотрим, как сделать риг с помощью Advanced Skeleton для птицы. Первым делом нам необходимо подготовить наш меш, и для этого мы комбайним нашу птицу в как можно меньшее количество элементов. Это поможет нам на этапе скининга и на этапе экспорта модели в игровой движок, если понадобится. Также нам надо обнулить все пивоты, для того чтобы, если ваша модель будет использоваться в других редакторах или в игровом движке, чтобы не было никаких проблем с расположением объектов. Создаем новую сцену и загружаем нашу модель как референс, для того чтобы ее уже не испортить. Загружаем риг птицы через Advanced Skeleton и выставляем джойнты на свои места. С хвостом можно пока не заморачиваться, потому что мы его потом будем переделывать. Важный элемент в данный момент выставить правильно крыло, для того чтобы все движения, взмахи, полеты, чтобы все выглядело хорошо. Поправляем джойнты так, чтобы они находились примерно в середине крыла, ни возле края, чтобы не вызвать лишних деформаций ненужных. Выставляем джойнты для лапки, и я не уверен, что это самое лучшее расположение джойнтов. Я не претендую на истину в последней инстанции, просто делаю так, как у меня получилось и результат меня удовлетворил. Не забываем добавляем дополнительные джойнты для пальцев на лапки. И парентим пальчики к нашей лапке, точнее к джойнту Toys. И самое интересное начинается, мы создаем джойнты для перьев. И мы их должны расположить таким образом, чтобы как можно больше больших перьев имели свой собственный джойнт. Также можно включить отображение сетки для того, чтобы удостовериться в направлении пера и выставить джойнт соответственно этому направлению. В принципе, не важно, с какой стороны вы начнете работу. Можете так же, как я, сначала на краю крыла, а потом ближе к основанию. Можете начать слева направо, справа налево, не важно. Наверное, даже в одном направлении будет гораздо удобнее. Сейчас джойнты, в принципе, выставлены, и нам надо навести некую красоту, чтобы все это лежало правильно. Сейчас вы наблюдаете, как мой творческий поиск, так сказать. Я пытаюсь найти оптимальное расположение и по внешнему виду, и по функциональности. Делаем последние правки оснований джойнтов. Как вы видите, уже хорошо повторяются очертания самого крыла нашими перьевыми джойнтами. И хочу заметить очень важную вещь, чтобы ваши джойнты для перьев не пересекались с джойнтами непосредственно самого крыла. В дальнейшем это может вызвать нежелательные деформации. Переименовываем джойнты на крыле и парентим их к новому крылу. Дальше мы повторяем то же самое для хвоста. Хочу заметить, чтобы последний джойнт, который будет находиться максимально близко к центру хвоста, не пересекал нулевую позицию и оставался в минусовых координатах по иксу. Это важно для того, чтобы Advanced Skeleton при отзеркаливании не вызывал ошибки. Теперь поднимаем эти джойнты, настраиваем правильную ориентацию. Теперь мы создаем кривую, которой будем в дальнейшем управлять нашими джойнтами для перьев. Создаем для хвоста и также создаем для крыла. Неважно сколько контрольных точек вы создадите. Выделяем теперь все джойнты перьев. Выделяем кривую. Добавляем атрибут Curve Guide. Теперь мы выделяем все джойнты наших перьев и добавляем атрибут Twist Bendy. Это позволит им быть гораздо более эластичными. Дальше мы проверяем позицию скелета и запускаем построение Advanced Skeleton. Ждем. Ждем. Advanced Skeleton создал нам кучу больших контролов, огромных, но в принципе, как вы можете видеть, все работает. Сейчас нам нужно с помощью вкладки Control Curves настроить размер контролов. Дальше, для того, чтобы нашему любимому аниматору было гораздо удобнее работать, мы меняем внешний вид контролов и делаем их более удобными и интерактивными. А пока я создаю управляющие кривые для нашего аниматора, я вам в ускоренном режиме расскажу несколько интересных моментов, которые мы будем реализовывать дальше. И уже перейдем непосредственно к следующим этапам. В Advanced Skeleton у нас есть возможность создавать контрол, который будет приводить в движение сразу несколько джоинтов, набор, так сказать, джоинтов, для того, чтобы создать некую автоматическую систему. В данном случае мы будем делать такую систему для складывания нашего крыла. Я загрузил референс, как сокол выглядит в сложенном состоянии, так сказать, как ее перо выглядит в сложенном состоянии. Сейчас я буду пытаться повторить эту форму. Итак, для того, чтобы нам было наглядно и понятно, что вообще происходит, я быстренько прискиню тушку нашей птицы в системе джоинтов, чтобы хоть как-то происходила деформация, чтобы мы могли визуально реагировать на то, как работает наше крыло, грубо говоря. Делать данное складывание можно и на более позднем этапе, уже после скининга, но я предпочитаю его делать изначально, потому что это дает нам заложить некий фундамент. И также вы изучаете заранее крыло птицы в сложном состоянии, птицы, которые вы делаете. На данном этапе не получится 100% сделать правильное складывание в любом случае, потому что мы не видим, как деформируются перья, как корректно деформируется крыло. Но в вашей голове уже будет сидеть образ этого крыла, и ваш мозг будет на задворках обрабатывать эту информацию, и возможно, когда вы приметесь к правкам или построению финальной версии сложного крыла, у вас не составит никаких трудностей найти верную форму или путь к достижению этой формы. Вот как вы видите, более-менее правильно мы повторили форму крыла, нам осталось еще внести изменения в перья, и собственно вот эти желтые контролы с кривой, они управляют направлением наших перьев. Да, я вовремя не сказал, но имейте в виду, что даже если вы сейчас не создадите правильную, корректную форму вашего крыла, то вы всегда в дальнейшем сможете внести изменения, даже когда вы уже закончите полностью рейк, и даже сделаете какую-то анимацию, все равно можно вернуться и внести изменения. Когда цель достигнута и крыло находится в удобной для вас форме, мы создаем систему управления кнопкой Create Driving System. И сейчас опять, чтобы сэкономить ваше время, я резюмирую наше видео в ускоренном режиме. Она создает нам два контрола, один на правое крыло, один на левое, и как вы видите, мы можем складывать и раскладывать наше крыло, используя всего лишь один атрибут на этом контроле. Сейчас мы внесем еще некоторые краски в наши контролы, правые я всегда пытаюсь раскрашивать в красный цвет, левые контролы в синий цвет, и центральные всегда еще правильный цвет для меня, но я думаю, что в данном случае вот такой ярко-зеленый очень хорошо подходит для наших контрол, для нашей птички. Итак, повторяем ту же самую операцию для нашего хвоста, вкладываем все контролы в нужное положение, нажимаем Create Driving System, сдаем непосредственно управляющую кривую, располагаем ее в необходимом нам месте, и дальше зеркалим во вкладке Control Curves, нажимаем право-налево в данном случае. Вот и все, риг нашей птицы готов, осталось его заскинить, возможно внести некоторые изменения в складывание крыла и хвоста, и вуаля! Всем спасибо, до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok